Барселона 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 Замечательный корреспондент, имеющийся с ним быть знакомым, вместе с Питером Ванда Хоккенбандом. Прирожденный артист и по совместительству чемпион мира и олимпийский чемпион. Здорово, здесь в Барселоне, я уже несколько дней. И чувствую, что будет отличный турнир. 400 метров, олимпийский чемпион Суньян очень хорошо готов. Я видел утренние заплывы, он показал отличный результат. Мы сейчас настраиваемся на финал на дистанции 400 метров вольным стилем. Это первый финал нынешнего чемпионата мира в плавательной программе. И это уже совсем другое, конечно, представление участников. Ну, я хочу напомнить, как раз Хоккенбанд феноменально победил на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году, тогда 100 метров. С мировым рекордом 47-8, по-моему. Обогнал Александра Попова. И вот как раз в Барселоне 10 лет назад Александр взял реванш. Александр выиграл и 50, и 100 метров вольным стилем. Плюс эстафеты. Джеймс Гайи, Великобритания. Он сегодня попал в финал по итогам предварительных соревнований. Это восьмая дорожка. 95-го года рождения. Парень совсем еще молодой. Великобритания. Мечтает для начала рекорд Великобритании установить. Сегодня утром проплыл за 3,47,86. Это рекорд Британии 3,45,24. Дэвид Дэвис, его обладатель по-прежнему. Медалист с Олимпийских игр в Афинах. Конор Джаггер. Надежда олимпийского американского плавания. Это все-таки человек, который готовится специально с прицелом на игры в Рио. Новое имя сборной США. Первая дорожка. Сегодня утром был, получается, седьмой результат. Пока еще не рекордсмен США, но очень хочет этого добиться. Утренний результат 3,45,89. Седьмая дорожка. Еще один китаец, как и Суньянь, но это другой совсем представитель Поднебесной Юньхао. Юньхао тоже совсем молодой еще. 95-го года рождения. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне в эстафете 4 по 200. И, кстати, был четвертым по итогам финального заплыва на 400-метровке в прошлом году в Лондоне. Так что посмотрим, как он сейчас себя проявит. Дэвон Браун, южноафриканец. Был у него сегодня утром неплохой результат. 3,47,17. Тоже новое имя. 21 год этому парню. Не олимпийский чемпион, чемпион Южной Африки прошлого года и до и нынешнего тоже, как на полторашке, так и на 400-метровке. Вот этого парня вы тоже знаете. Коски Хагина. Один из лучших результатов сезона в мире. Если быть более конкретным, то третий. Сегодня утром был четвертым. 3,45,42. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне. В прошлом году он был третьим на 400-метровке комплекса. Джордан Харрисон, австралиец. Мы с вами знаем уже немало австралийских стайеров, великолепных. Углари с Грэмтом Хэкеттом. Разумеется, это тоже вотчин австралийцев во многом. Но вот сейчас они немножко отстали. От китайцев надо догонять. Третья дорожка у Харрисона. Третий результат. 3,45,85. Райан Кохрин. Не нуждающийся представлениях канадец. Неоднократный медалист чемпионатов мира. У него три серебра и одна бронза по итогам вот всех его выступлений. Ну и, конечно, олимпийская история тоже весьма богатая. У него и в активе есть серебро на полторашке в прошлом году. Ну и бронзовая медаль на полторашке еще и в Пекине. Ну и, наконец, Суньянь. Суньянь и чемпион мира, и олимпийский чемпион. И, в общем, потенциал несусветный. Он может еще плавать очень много и выигрывать массу золотых медалей на самом разном уровне. Суньянь главный фаворит этого финала. Ну, то, о чем говорил Питер, да, что нацелен он на мировой рекорд здесь. Я имею в виду не Питер, а Суньянь. Потому что 3,44, который он проплыл утром, всего в четырех секундах до мирового рекорда Бидермана. И мы с тобой видели, очень неплохо шел китаец. Сейчас мы обратим внимание на его технику, потому что техника феноменальная. И давай напомню сразу этот результат, мировой рекорд Пауля Бидермана, потому что он держится с Рима. Прошло четыре года с момента чемпионата мира 2009 года. В Риме он проходил последний чемпионат мира в эпоху плавательных костюмов. 3 минуты 47 сотых. 3,40 и 0,7. Сегодня утром Суньянь проплыл за 3,44,67. При этом с большим громадным запасом. Оставил себе еще немножко для того, чтобы сегодня прогрессировать. Наверняка сегодня будет с первых метров уже бороздить просторы бассейна на полную мощь. А вот старт бы мог получше сделать. Так прогнул он сейчас ноги. Я понимаю, что это не так важно, скажем, как на полтиннике, да, или на сотне. Но, тем не менее, 3,4 десятых это может сохранить. 3,44 время Суньяни сегодня утром, но может, естественно, плыть и быстрее. Лучший результат сезона в мире ему как раз принадлежит 3,42,93. На отборочном чемпионате в Джейн-Джу весной этого года. Зря вот нам сейчас с верхней камеры показали вид плавания, да, уже Суньян, мы видим, вырывается вперед потихоньку. И вот с той верхней точки как раз видно было никаких раскачиваний. То есть он плывет по одной линии, вот прямо чуть ли не по центру, которая вот на дне выложена, да. Плюс потрясающее сцепление с водой. Аккуратно, вместе с тем очень мощный грибок. Да, и то, что мы с тобой говорили, вот у него вода, он не везет с собой воду. Он ее отцепляет, у него волны расходятся, ну, чуть ли не от ладыжи где-то оттуда. Ну, посмотрите, какой британец хороший у нас, а, Джеймс Гай, восьмая дорожка. Он пока вторым-третьим держится, но намного Суньяни не отпускает. Понятно, что это все временно, но тем не менее парень молодец, уже сейчас пытается. И по восьмой дорожке, посмотрите, тоже очень неплохую форму демонстрируют. По первой, по восьмой, Коннор Джаггера и Джеймс Гай. Да, Коль, но мы все равно должны сейчас, мне кажется, внимание уделить вот именно китайцам. Потому что как раз по графику мирового рекорда он идет, пять десятых выигрывает у графика Бедермана. И мы видели с тобой, что, скажем, утром он абсолютно не включал ноги на последнем полтиннике, как раз пытаясь вот их оставить на вечер. То есть огромный потенциал здесь, именно что касается второй половины. При этом вторая половина Бедермана всегда была отменной. Так что здесь посмотрим, сумеет ли Суньяни совладать. Пока, знаете, отстает немножко совсем, но может быть все-таки опередит. График опережает, 47 соток. Контролирует, в общем, ход заплыва и борьбы за мировое достижение. Вот сейчас он начинает набирать обороты, кажется. Немножко участил движение свое. Грибков стало больше. Да, вот с этой камеры для специалистов, я говорил, очень полезный вид. Высокий локоть, очень хорошая сцепка. Через локоть идет грибок без опускания. То есть у него вектор направлен максимально на то, чтобы тело продвинуть по горизонтальной плоскости вперед. Вот здесь уже чуть-чуть проигрывает Бедермана, но при этом он пока еще не включал ноги. Вспомните полторашку, его феноменальный мировой рекорд. И последний полтинник, где он просто вот все порвал воду вокруг себя и в конце концов показал феноменальные секунды. Сейчас отметка 300 метров у нас совсем скоро. И посмотри, там зашевелился кто-то по первой дорожке. Это Конор Джаггер, по-моему. Если по первой. Это американец как раз. Вот он пытается догнать и получается, кстати, у него это. Но пока еще Суньян не входит. 2.47.64. Уже проигрыш полусекунды мирового достижения Бедермана. И вот, наконец-то, начинается настоящий бой с мировым рекордом немца. При этом ножка-то работает все равно не на полную мощь. Джаггер по-прежнему второй. Он, судя по всему, себе серебро обеспечил. Но еще впереди последний поворот и финишная прямая. И вот, посмотри, вот здесь видно, как прогнулся уже китаец. И вода пошла, ушла. Расхождение волн с ног как раз на корпус. То есть он, грубо говоря, он сейчас начал потихоньку толкать воду впереди себя. Вот это говорит об усталости спортсмена. Ну, хотя понятно, здесь он включил ноги. Сейчас более такой спринтерский режим перешел. А вот, посмотри, он в середине бассейна. Осталось 10 секунд до рекорда Бедермана. Успеет? Нет. 8-7. Понятно, что Суньянь выиграл. Но с каким результатом? Нет, не будет мирового рекорда. Действительно, усталость уже есть. Но посмотрите финиш. Буквально в одной секунде он будет. 41-59. Ну, то есть где-то полторы секунды проиграл. Да, но провалил третью сотню относительно графика, мне кажется. Последняя сотня была так еще в графике мирового рекорда. Первые две чуть выше, а вот третью как раз не удалось ему. Думаю, есть над чем работать. Расстроен, чувствуется. В английском, кстати, очень неплохо говорить. Поэтому сейчас, конечно, Райан Кухрен и Джордан Харрисон, которые рядышком его могут понять. Ну, то, что мы говорили, что тренер, который его тренирует, он австралийцы. Душа трейер Хакета. Хакета, да, и уехал он сейчас в Китай. И мы видим, что как раз Китай очень сильно подвинулся на этой дистанции. Как и на полторашке, потому что дистанция полторы тысячи метров. В прошлом году в Лондоне тоже выиграл Суньянь. У нас финал на полторашке совсем, ну, скоро, через неделю. Но, тем не менее, Суньянь, естественно, будет готовиться к нему тоже отдельно и основательно. Преимущество очень большое. Конкурентов нет. А представляете, что было бы, если бы, скажем, Суньянь боролся за золото в более, как бы, плотный конкурент на среде. И, наверное, следует напомнить, что общая копилка здесь идет, всех видов спорта, водных, да. И как раз мы за счет синхронного плавания вот еще боремся с Китаем. Там на равных. Китай впереди идет, конечно, пока. И вот думали, за счет плавания, может, мы способны подвинуться. Да, оказывается, вот и в плавании китайцы могут набирать медали. Посмотрите, японец в итоге Коски Хагина выигрывает 3 сотых всего Конора Джагера, которые становятся бронзовым призером. Но у нас сегодня будет шанс еще за золото побороться. Это мы говорим об эстафете 4 по 100 вольных стилем у мужчин. Итак, первый финал сегодняшних четырех уже позади. Суньянь, который сейчас дает интервью. Первый чемпион мира 2013 года здесь в Барселоне в соревнованиях по плаванию. Впереди еще три финала. Сегодня мы вам их, соответственно, представим в свое время. Просто назовем дисциплины. 400 метров вольный стиль у женщин и две эстафеты вольным стилем. Четыре по 100 женщины, четыре по 100 мужчины. В обеих этих дисциплинах у нас есть свои представители финала. Свои команды. Сборная России обязательно в этих восьмерках выступит. Наверное, уместно сказать о том, как утром сегодня проплыли наши команды. Мужская сборная показала второй результат. В предварительных заплывах отстав от американцев на 74 сотые секунды. Гречен, Лагунов, Сухороков и Зотов. И забегая вперед, уже известный состав финального заплыва. И состав сборной России. Состав изменится ровно наполовину. Да, вместо Лагунова поплывет Лобинцев. И вместо Сухорокова поплывет Морозов. Усилили наш тренер эстафету. И шансы, конечно, у нас максимальные. Как раз вот, я имею в виду, золото. Как раз в этой эстафете. Хотя сильные американцы, конечно, и австралийцы. Ну и французам нельзя скидывать. И в России сильная Виктория Андреева. В комплексном плавании на 200 метров. Вот сейчас у нее хороший шанс. Она сегодня утром показала, может быть, не самая быстрая секунда. Она была по итогам предварительных заплывов. Да, в 16 сильнейших, но это только 14-е время. 2.13.61. Но она сегодня в полуфинале, естественно, должна прибавлять, чтобы выйти в решающую восьмерку. Восьмая дорожка Беатрис Гомес-Кортес-Испания. Седьмая Миха Тарамура-Япония. Вот сейчас во второй дорожке представит Джужану Якобош. Одна из самых красивых пловчих. Но, к сожалению, при том, что много чего выиграла в Европе, на мире пока никак не может добиться желаемого. Пожелаем ей этого хотя бы здесь, в Барселоне. Олимпиада, по большому счету, она провалила. Вторая дорожка у нее. Вторая комплексистка после Венгрии, после, как-нибудь, Хошу. Мирея Бельмонте-Гарсия. И башен буквально взрывается гулом оваций. Одна из главных надежд испанского плавания. Ну, по крайней мере, в женской сборной. Есть еще Мелани Косташмидт, которую мы увидим чуть позже. А есть и Мирея Бельмонте-Гарсия. Для начала для нее полуфинал на двухсотметровском комплексе. Шиопхан Коннор. Это девушка из Великобритании. Очень молодая. Но в прошлом году мы ее видели во время Олимпиады в Лондоне. Пускай не снискала лавров, но она еще очень молодая, действительно. Давайте подождем. Элизабет Бейзел, американка. Одна из тех двух американских спортсменов, которые представляют здесь страну в комплексном плавании. Очень хорошая спина, но вместе с тем, я в данном случае, ну, и не только про фигуры, но еще и про плавание говорю. Но и в комплексе знает толк. И, наконец, Ешевень. Китаянка, за которой глаз да глаз нужен, как, собственно, и за все сборные Китая. Раньше за женской, а вот теперь еще и за мужскую, если учитывать победу Суньян. Да, говорили мы об этой молодой спортсменке. Мы выиграла на Олимпийские игры как раз на четыреста комплекс дистанции. И вот последний полтинник. Ролем она прошла по времени так же, как прошел его Райан Лохти, который плыл эту же дистанцию мужчин. И вот тогда такой фурор она произвела на всю прессу. Многие даже, я слышал в интервью, ну, так что ли, подкалывали Лохты, что вот ты уже плаваешь на уровне девочек, они тебя догоняют. А что отвечал Лохта? Ну, наверное, как-то переводил разговор на другую тему. Итак, старт. 200 метров комплексное плавание. От старта здесь многое, конечно, зависит, но далеко не все. Вика Андреева, кстати, очень недурно проплыла первую половину эту дистанцию. То есть, потерпляя спина, основные проблемы, в общем-то, начались в конце полтинника на спине и, естественно, на прямой брасл. Сейчас пока неплохо идет второй-третий. Виктория Андреева, первая дорожка. Давай все же надеяться, все же поболеем за нее, потому что, возможно, они с тренером учли те ошибки, которые она допустила утром. И я напоминаю, что из двух полуфиналов девушкам эта дистанция должна отобраться в восьмерку сильнейших. Ариана Кьюкерс ей предлежит мировой рекорд. Это американская спортсменка, чемпионат мира в Риме 2009 год, 2.06.15. Пока с опережением графика мирового рекорда шли Якобош и О'Коннер особенно. Но посмотрим, что будет дальше. Спина. Ну, мы знаем, да Якобош как раз сильна на спине и в Баттерфляе особенно. А брас, опять же, в комплексе брас мы уже неоднократно говорили на эту тему. Он все расставляет по местам. Немножко прибавил, как мне кажется, Байзель, но все равно отставание Баттерфляя было большим. И Китаянка прибавила. И, зная ее, конечно, феноменальный финиш на последнем этапе к ролям. Тут, я думаю, уже даже можно не сомневаться ни в чем. Вика Андреева пока шестая. Нужно усиливать брас свой. Отчаянно просто. И прямо сейчас. Китаянка, конечно, отрывается буквально на глазах. А Вика как-то, вот мы ее видим там на первой дорожке с самого края, очень сложно ей приходится. Легко видно, Китаянка плывет. Огромная у нее функциональная база, что мы видели на Олимпиаде. И как раз не только специфика, а функциональная вот эта готовность, она и помогает на последнем отрезке. И, наконец, кроль. Вот здесь как раз она должна прибавить. Да, это полтинник всего лишь, но она вот буквально от Якобус на глазах уходит. Ну, что это такое? Ну, тут, я думаю, она контролирует, опять же, заплыв. И, учитывая то, что завтра ей надо будет плыть в финале, возможно, не в полную силу выложиться. Олимпийская чемпионка двукратная, 200 комплекс выиграла в прошлом году в Лондоне, 400 комплексов. И, конечно, вот этот заплыв заявка на победу. Вика старается, но пока она шестая. Шестая в этом заплыве, что, конечно, не гарантирует ей попадание в финал, совсем даже. Бельмонт и Гарси, хороший кроль, как всегда, и это второе место в заплыве. Но отставание, самое главное, результат, ведь результаты будут судить при определении восьмерки сильнейших. Ну, а Ешевень, 2-0-9-12, или чуть-чуть больше. Красавица Мирея, отбоя не было, по крайней мере, в Мигзоне в прошлом году в Лондоне от журналистов, и не только испанских, все хотели с ней пообщаться. Я тоже, но почему-то постоянно оказался в хвосте очереди. Но сфотографировался зато. Тебе надо взять пару уроков. С ума, наверное. Это самое начало заплыва нам показали повтор, когда якобы Ешевень плыли рядышком. А вот здесь, конечно, преимущество китаянки было просто огромным. И от этого она еще сбавила на последних 20 метрах. Есть ли возможность у Ешевень завтра, завтра же финал, побить мировой рекорд Ториана Кьюкорс? Давай, я бы вот хотел как раз дождаться второго полуфинала, потому что Катенька Хошу там поплывет. Мы видели, неплохо она была готова утром сегодня. Но вот ты прав, действительно, у меня такое ощущение сложилось, что китаянка очень много сил оставила назад. Она проплыла по лучшему своему результату сезона в мире. Она не входит в число лидеров. У нее пока только третий результат, 2.09.08. Лучше проплыли Катенька Хош и Олешия Каус, которых мы увидим вот сейчас уже во втором полуфинале. И там должно быть очень интересное соперничество. 2.09.12, а у Ешевень есть результат 2.09.08. Так что еще нужно... Но, смотри, все равно Виктория Баб боролась. Хоть и шестое место, 2.12, она по сравнению с утром улучшила. Давай не будем много предъявлять. Да, все-таки чемпионат мира, первый такой старт, в котором она принимает участие, вот именно в сильной такой стадии, стадии полуфинала, на попадание в финал. Тем более, зная о том, что все-таки комплексное плавание в последнее время у нас успехов очень мало. Последняя медаль в комплексе, это же Яна Мартынова, да, в Мирбурне в 2007 году, на 400 метров. Ведь то никто этой медали не ждал, как вот буквально гром среди ясного неба для всех она была, очень приятным сюрпризом. Ну ладно, второй полуфинал прямо сейчас. Первая дорожка. Китаянка Вэн Цинчжан. По восьмой будет плыть Эрика Зелтон Рай Ходжсон. Канатка совсем юная, 18-летняя. Софи Алиан, британка, седьмая дорожка. 2.12.31 сегодня утром был ее результат. Канака Ватанабе. Еще одна очень юная японка. Опять-таки процесс смены поколений затрагивает практически все сборные и азиатские, не исключение. Хороший результат. 2.12.28, один из сильнейших для нее в карьере. Пятая, нет, шестая, вот как раз Алишия Каус. Это, вы знаете, имя в мировом плане. Конечно, все ее знают. Все ее, ну не скажу, что любят, да, но тем не менее, это главная конкурентка Стефани Рай в свое время. И сейчас она продолжает составлять серьезнейшую конкуренцию Эмили Зиббом, которую мы здесь тоже увидим. Кэтлин Леверенс. Сегодня утром Леверенс и Безл плыли в одном заплыве, и все-таки Леверенс оказалось чуть-чуть быстрее. Это ухватило для попадания в полуфинал. Вот такой спор двух американок на национальном уровне тоже помогает улучшать результаты. Эмили Зиббом, две олимпиады уже в этой островике за плечами. Есть уже медали. Не только серебряные, как это было в Пекине, но и золотые, как это было в первую очередь из-за эстафеты в Олимпийском Лондоне. Ну и, наверное, Скатенко Хошу. Второе, да, то, о чем мы говорили, вот практически нет времени у последней участницы, которые объявляют на то, чтобы снять с себя экипировку. Я имею в виду костюмы вот эти. А ведь нужно выйти еще в рекламном спонсоре, предъявить его телевидению. В прошлом году, наверное, не наложилось то, что чемпионат Европы в Дебрицине очень важно было выступить сильнейшим составом. И устала Катенко Хошу. Олимпиаду она провалила, как, в общем, и вся сборная Венгрии. Это чувство. Сулат Лачех был несвежим, естественно, якобы. Но вот сейчас чемпионат мира. Все было сконцентрировано на этом крупнейшем турнире. Бронзовая медалистка чемпионата мира 2009 года была на дистанции 200 комплекс. И, естественно, чемпионка мира того же года на 400-й тропе. Это все про Катенко Хошу слова. Она плывет, напомню, по четвертой дорожке. Хорошо стартовала по первой дорожке сейчас Китаянка. Одна из самых юных вообще из полуфиналистов в этом составе полуфиналистов. Но сейчас она уже третья-четвертая после двух австралий, которые плывут рядом совсем и стараются, конечно, контролировать ход заплыва. Пока не очень получается. Хоша первая. 25 суток опережения графики мирового рекорда. Вот в первом полуфинале, когда плываешь и рим, там чуть-чуть побольше она преимущества имела. Тренируется в Америке Хошу, у Дэйва Сала в Лос-Анджелесе. И вот славится она как раз тем, называют ее, я уже говорил, терминатор. Потому что во многих стартах принимает участие в течение года. Расценивая таким образом соревнования, как тренировку. Приезжает на большое количество стартов, это раз, и плывет практически все подряд. То есть вот какие виды есть, там идет мужчина и женщина, да. И вот отдых у нее буквально мужское плавание идет. А каждый вид она стартует. Посмотрите, Зибан очень сильно оббрасил. Давайте посмотрим. Хошу попытается сейчас отрыв создать, но вот видите, Зибан-то не отстает, не отстает. Шестая дорожка у Алиши Каутс, у Зибан пятая. Нет, даже Каутс сейчас вышла на второе место. И посмотрите, не проигрывает сейчас, естественно, свои соотечественницы. И старается Катинку Хошу настичь. Китаянка, что удивительно, по первой дорожке идет где-то вот на третий-четвертый результат сейчас. Катинка Хошу по-прежнему лидер, последний поворот и финишная прямая уже к ролям сейчас начнется. 1.38.01. Все-таки Еши Винька была быстрее. 0.49 преимущественно, видишь, перед Австралиейкой. И дышит она вправо, поэтому контролирует сейчас австралийскую плавчиху. И я думаю, зная результаты первого полуфинала, она сейчас проконтролирует этот заплыв. Вот именно и свое состояние в том плане, что сохранить силы на завтрашний финал. Вот так, дистанция не из легких. Ну да, здесь главное, ну да, выиграть заплыв, возможно, но при этом просто пройти в финал. Понятно, что Катинка Хошу завтра будет там плыть хорошо. Но тем не менее, первый результат, 2.8.59. Да, и завтра интересна борьба у нас будет как раз между ней и Еши Виньей. Это не лучший результат сезона в мире, лучше как раз Венгерке принадлежит, Катинке Хошу. 2.08.45. Так что, опять-таки, если учитывать то, что проплыла с запасом, завтра вечером, скорее всего, будет немало рекордов сезона. И, возможно, все-таки надеемся на это рекордов мира тоже, или Европа побита. Посмотрим, 2.06.15, это время Ариана Кьюкорс. Еще раз давайте вспомним этот результат римского разлива, и потом уже будем завтра настраиваться на... Но это была резина, ты помнишь, как раз максимальное количество мировых рекордов было показано в Риме. Как раз пик вот этой эры резиновых костюмов пришелся туда. Да, были времена, от мировых рекордов просто не было отбоя. Наседали, наседали, в двери стучали самые разные, и в итоге утверждали себя в таком статусе. Да, и как раз после него было экстренное заседание Финна, где и была внесена такая поправка по... Предложение было внесено как раз отчасти со стороны Фелпса, команды Фелпса, который по контрактным обязательствам должен был плыть вот в старом костюме Спида. Да, подписывая контракт, видимо, не учли тогда, что все-таки другие компании тоже работают, не покладая рук и ног. И самое главное, головы. Катенька Хоша, вот одна из главных претенденток на завтрашнюю победу. Но, впрочем, у нее еще 400-й комплекс, не забывайте об этом, она здесь, судя по всему, готова очень неплохо. 2.08.59, Каус 2.10.06. В сезоне нынешнем она плыла и побыстрее. Ну, ладно, может быть, завтра в финале все изменится. Ну, и, наконец, закрывается финал на якобы, что на результате 2.11.21. 50 метров бутерфляя мужчины. Раз бутерфляя, друзья. Эксперты лучше, чем Игорь Марченко, не найти просто в нашем эфире. Поэтому, после представления полуфиналистов, вот ВПН, которого Игорь очень хорошо знает. Естественно, 200 плавал, едва ли не лучше всех в мире, если не считать Майкл Фелкс в свое время. Вторая дорожка. У него по первой Бенджамин Прауд, британец. По третьей Мэтт Гриверс, олимпийский чемпионов США. Четвертая Рафа Муниус Перес, Испания. А это шестая дорожка из Цезарь Филлофилио, олимпийский чемпион Пекина на болтиннике Кролля. Пятая Андрей Говоров, Украина. Седьмая, Евгений Цуркин, Белоруссия. По восьмой, Хорват, Марио Тадорович. Ну вот мы видим, что как раз на болтиннике старт дается с противоположного бортика, так как один бассейн был от спортсмена. Да, про ВПН хотел сказать сегодня утром, он повторил рекорд Китая в предварительном заплыве, да? 23-43 нам показали. И как раз то, что ты говорил, специализировался он на 200-метровой дистанции. И сейчас перешел на болтинник. Обычно такое очень редко бывает. И вот это его прогресс на спринте как раз связан с тем, что он переехал в Америку, тренируется в Мичигане у знаменитого тренера американского Майка Боттома, который специализируется как раз в спринте. Очень много великих спринтеров у него плавает. Ну а вот Рафов Мунаш у нас на ваших экранах, мировой рекорд принадлежит именно ему. Спокойный спортсмен такой, очень взрывной, но также может уйти легко вот это спринтерские качества, да, отличаются. Ты взорвался и тут же ушел в покой. Вообще посмотрите, друзья, как первый полуфинал, так и второй уникальная совершенно конкуренция. Мы сегодня утром с Игорем, когда смотрели предварительные заплывы, рассуждали много о том, почему так происходит. Почему вдруг сильнейшие спринтеры мира, вот как в кроле при первой очереди, да, вот Сезар Силафильев, олимпийский чемпион Лондона Флоран Манаду, не знаю, Фред Буске, который, правда, давно плавает от дистанции, не говоря о Скумане, который плавает ее все время. Почему они облюбовали именно эту дисциплину? Ну, мы говорили, чтобы, наверное, не ждать долго там своей дистанции, 50 метров к ролям, да, почему бы в первый день так не прикинуть свою форму, может, какие-то ошибки именно в старте исправить. Ну, вот дан старт здесь дистанция скоротечная, конечно, и очень важно, кто попадет в финишное касание, мы уже говорили также утром, на вытянутые руки. И здесь сказать что-либо сейчас, ну, невозможно. Ну, вот, по-моему, Фила с Муношем как раз. И Говаров. Говаров с Суркиным опять рядом, разделили золотую медаль на Универсиаде, но Фила все равно первый, сейчас только время посмотреть нам нужно. А я вот почему так... Мунисом, его результатом, потому что он не попал в тройку, сразу, соответственно, закрадываются мыслишки о том, что может и в финал не попасть. Ну да, учитывая на те фамилии, которые поплывут во втором полуфинале. Но 2286, это лучший результат сезона в мире, 23.00 было у Фреда Бускетта в этом сезоне, да. С Куман 23.02 поплывет во втором полуфинале, проплыл утром. И вот сразу так бразилец решил с полуфинала задать тон. А Сьела, кстати, в этом году плыл за 23.15, то есть все-таки для себя тоже проплыл по лучшему результату. Это в полуфинале, это в полуфинале. Причем посмотри, вот сколько на старте он выиграл, да, нетипичный такой у него дельфин. Все-таки не является он дельфинистом, да, мы знаем, что кролем он плывет намного лучше. Тоже тренируется в Америке, давно уже он на виду. Уникальный, конечно, спортсмен, олимпийский чемпион Пекина, но опять-таки события двухлетней давности перед Шанхаем немножко, конечно, очернили его имя. Цуркин, смотри, всего 4 сотых проиграл, и Говоров 7 сотых Цуркина. Вот еще очень сильные результаты, да, у белоруса и у украинца. Да, 23.19 время Муниоса тоже давайте запомним, потому что вот сейчас придется вот буквально по сотым считать, видимо. Второй полуфинал, тут тоже, в общем, звезда на звезде сидит и звездой погоняет. В Фресбуске первая дорожка, но начинаем представление с восьмой. Это Штефан Дайблер, которого сегодня утром Игорь Маршенко отмечал особенно. Да, у него лучший результат сезона в мире, но на дистанции вдвое длиннее, на сотне. И учитывая то, что у него был мировой рекорд на полтиннике как раз по короткой воде дельфином, то я думаю, он неплохо может проплыть здесь. Это опытнейший Фред Буске, который в прошлом году не попал на Олимпиаду в Лондоне, очень переживал по этому поводу. Но опять-таки здесь есть отличный шанс заявить о себе. Он вернулся в сборную, хотя опять-таки сильных очень стайров, спринтеров в сборной Франции очень много. И тут интересный момент, да, вместе с Бускетом поплывет Манаду. Мы знаем, что Бускет женат на Лори Манаду, на сестре Фролорана Молодой. Вот такая семья, когда у них семейный заплыв здесь. Ну, если зарабатывать, то к мести. Тем более, наверняка, какие-то призовые здесь за успешное выступление сборной Франции и полуфинале полагаются, правда? Эти таргет, да, на ваших экранах. Очень сильный старт у него хороший. Мы говорили уже, что этот элемент, но один из самых важных как раз на этой дистанции 50 метров бетерфляем. И мы обращали внимание, что здесь, конечно, король Роландс Куман, который в совершенстве владеет этим элементом. Юджин Готсу, новое имя сборной США, хотя уже не раз он принимал участие в отборочных чемпионатах США. Вот сейчас пробился, наконец, в сборную. Пьера Кодия, итальянец по третьей дорожке, тоже новичок относительный, хотя на короткую воду приезжал. В прошлом году на чемпионате мира тоже выступал. Седьмая дорожка Николас Сантос, бразилец. Второй после Сьелло. Флоран Манаду, олимпийский чемпион Лондона на дистанции 50 метров вольный стиль. Очень любит плавать вот эти полтинники, причем самыми разными способами. Вышел из тени сестры своей, которая тем более закончила карьеру. И Роанс Куман, лучший результат был сегодня утром. Но это его дистанция коронная, на которой он уже становился чемпионом мира. Причем довольно давно. В Мельбурне вспомните хотя бы его победу. Это же феноменальный старт, конечно, этого спортсмена. Я уже говорил много раз. И приезжали даже ученые, смотрели по диаграмме, раскладывали. Вот несколько компонентов сочетается в старте. И все у него практически на самом высоком уровне. Реакция, отталкивание, вход в воду, первые движения. И еще там такой момент есть при входе. Если сейчас мы увидим при входе, он немного бьет ногами по воде. Таким образом создавая дополнительное отталкивание от воды. Может это выглядеть как нонсенс, да, но вот как-то ловит он этот момент. Хотя, опять же, вот что касается Флорана Манаду, тоже очень хороший старт у этого спортсмена. Но у него рост за 2 метра. То есть у него такое уже как бы природное преимущество здесь. В этом заплее принимают участие Таргет, Буске, Манаду, Дайблер. Все они были в финале чемпионата мира в двухлетней давности. А победил Татасиела. 22.43, мировой рекорд, напомним, Муни Супересу принадлежит. Но вот вопрос, попадет ли он в финал. Скуман, по-моему, чуть-чуть сейчас впереди. Но вот это именно за счет своего старта. По воде, конечно, быстрее. Смотри, там первая дорожка, да, Фрэп Буске? Буске, Буске. Буске неплохо, но бывает на беже. Седьмая, седьмая. Это Сантос, бразилец. Сантос выигрывает заплыв. Два бразильца побеждают в своих полуфиналах. В Буске второй, Дайблер третий. Молоду, как искусно, нет стройки победителей. И это, возможно, сенсация. Попадут ли они в финал? Попадет ли в финал Рафаэль Муни Суперес? В общем, в любом случае, восьмерка не досчитается. Кого-то из самых великих. Но время не стоит на месте. Очень мощно, очень мощно. Бразилец плыл. Вот, посмотри, сейчас старт, да. Ну, не сильно он проиграл, но не выиграл. Особенно по сравнению с четвертой и пятой дорожкой, о которых мы говорили. Но очень мощно накатил на финиш, вот за счет такого мощного плавания. Посмотри. Плоско, без глубоких заныриваний, вертикальных. Вот то, к чему сейчас Дельфин стремится, к очень плоскому плаванию. У Сантоса в этом году был третий результат в сезоне в мире. 23.05. Сейчас вот 22 уже точно, да, есть. Но вопрос в том, опередил ли он Седро? Седро Силофилио. Ну, а мы напомнили, что Коротышкин плыл утром, да, но, к сожалению, не попал. Да, мы смотрели специально. Он показал лишь 26-й результат. Ведь в свое время, 10 лет назад, именно медалью на этой дистанции он начал свой большой путь в Азорах и плавание. 23.02. Да, 22.81 это лучше, по-моему, чем у Седро Силофилио. Из 23 секунд уплывает и Фред Буске, который сегодня утром был еще обладателем лучшего результата в сезоне в мире. Сейчас у него получается третий такой результат, да. И он поплывет завтра в финале по третьей дорожке. Итак. Нет, по третий поплывет Суркин. Извините, друзья, из Белоруссии. Мы знаем, что вы смотрите. Конечно, Суркин и Буске по шестой. Ну, в общем, состав финалистов, конечно, поражает. Многих тут не досчитался финал. И в первую очередь, конечно, обидно тут не видеть Роланда Слумана. Вот лично мне. Ну, вот он говорит, да, что ты вообще не особо специализируешься в Дельфине, как у тебя получилось это. Да, он говорит, мне не особо понравилось то, как я плыл. По-технически, но то, что время показал, которое с 23 в 22 с копейками, это очень неплохо. И надеюсь, завтра будет так же неплохо. Кстати, Сантос тоже не специализировался раньше в Бутерфляе. А он перешел по ходу дела на эту дистанцию, и мы видим, что есть успехи. Вы знаете, сейчас первая церемония награждения на этом чемпионате мира. Суньяни, конечно, наградят. И других ребят, которые были в тройке призеров, наконец-то они дождались своих призов. Ну, а нам показывают тех, кто будет награждать. Вот Хулио Маглеони, как раз президент Фина Федерации. Плавание международное. Недавно переизбранное. Вот сейчас будет награждать. Ну, вот эти Джаггера и Ягера называют. Ну, может быть, и в американцам там виднее. Коннор, Ягер. Давайте посмотрим, послушаем, и, может быть, действительно правильнее будет Ягер называть. Ну, мы помним, да, что был американец-спринтер Том Джаггер, который владеял мировым рекордом на дистанции 50 метров. И был Мик Джаггер, он, в общем, не спринтер, конечно, но мы тоже очень хорошо были. Да, но это из другой оперы. На самом деле, то, что Коннор Ягер, Ягер выиграл здесь бронзу, это очень важно для американского старского плавания. Утром мы с вами вспоминали, что долгое время за американцев выступал дистанция Питера Вандерка. И обидней, конечно, не портил, но за первые места не боролся. Серьезно, так серьезно, как это необходимо. Ягер это новая звездочка американской сборной. Его специально ведут к победе на Олимпийских играх в Риме. Давно уже в сборной США не было такого сильного стара. Косоке Хагино. Лучший результат в сезонном мире у него одно время был. Потом все-таки второй, третий. Неплохо проплыл в университете в Казани. Очень хороший, конечно, стайр. И сборная Японии, кстати, Игорь, давайте отметим, прибавляет практически во всех дисциплинах, в том числе и в длинном кроле. Как интересно. Первый раз я вижу, чтобы юноша выносил. Вот обычно девушки, да? Ну, видимо, девушек не хватило в Испании. Не разделяйте по каким-то гендерным признакам. Ну и, наконец, чемпион мира не в первый раз. Ему подниматься на верхнюю ступень предистала почета. Суньянь. А мы видим на заднем плане Казани Россия 2015. Как раз примет чемпионат мира по водным видам спорта наш город. И огромные комплексы там к этому готовы. Вот сейчас, в частности, прошла там универсиада, где очень хороший бассейн. Вернее, даже три бассейна под одной крышей. Но это будет через год аж. Через два. Через год, да, на следующем. Ну, да. Третья золотая медаль Суньяня. Третья после побед его в 2011 году. Представляете, когда плавали в костюмах, никто еще, мир вообще еще не знал о том, что есть такой простой китайский парень, который через 4-5 лет покорит весь мир. А он взял, покорил и продолжает это делать вновь и вновь. А впереди еще 800 метров. Мы 1500, конечно, тоже. Погнал «Суньяня» в Казахстане. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Не получилось выиграть в Шанхае, но выиграл в Лондоне. И сейчас очень доволен, что получилось на чемпионате мира выиграть эту дистанцию. Но пока еще не так сильно он владеет английским. Думаем, в следующей Олимпиаде, может быть, будет полегче брать интервью. Ну и совсем скоро финал у женщин. 400 метров вольный стиль в финал. Возвращаемся. Еще один финал в Барселоне. В этом бассейне отличном. Десять лет назад, когда чемпионат мира в Барселоне в предыдущий раз проходил, все-таки соревновались под открытым небом. А здесь уже в зале... Нет, закрыто было. Закрыто? Закрыто, я помню, да. Закрыто, но собран был бассейн. Но то, о чем я говорил, приезжает фирма, собирает бассейн за две недели и потом разбирает. То есть он не на фундаменте стоит. А я помню, вроде было яркое солнце. Точно? Это были софиты. Ну ладно, финал. 400 метров в женщине вольный стиль. Андрина Пинту. Венесуэла, восьмая дорожка. Мало чего добилась, но как раз для нее этот прорыв в финал очень существенное достижение. Национальная рекордсменка Венесуэлы. В прошлом году установила рекорд 4.08.45. Буглар Капош. Чемпионка Европы. Девушка, которая очень неплохо себя зарекомендовала в этом виде программы. В прошлом году на чемпионате Европы в Дебрицине. Может хорошо плыть и выигрывать. Ну, по крайней мере, на континенте. Что будет сейчас на чемпионате мира? 400 метров вольный стиль. Дистанция очень непростая. Седьмая дорожка. Камиль Мюфа. С большим трудом француженка, который является здесь одной из главных претенденток на победу, пробила сегодня утром финал. Но вы знаете, она может много сброситься со своего утреннего результата. Тогда она проплыла за 4.05.53. А вообще, в этом году у нее лучший результат сезона в мире. 4.02.64. Вторая дорожка. Ждем ее. И вот она появляется в виде и в лице Кали Палмер. Молодой австралийки, но уже немалых успехов добившихся. Во-первых, это рекордсменка страны. Во-вторых, она уже имеет медали не только на чемпионатах мира. Пока что вторые и третьи места. Но на Олимпийских играх тоже пока нет золотых медалей. Но ничего, нужно постараться. И все придет. Шестая дорожка. Лорен Бойл. Новая Зеландия. Многие удивились, когда сегодня попала в финал. Причем с одним из лучших результатов. Но все-таки ее успехи и результаты говорят сами за себя. В прошлом году она была на дистанции 800 метров. В Олимпийском Лондоне четвертый. И на 400-петровке показала восьмое время. Препла последний. Но в самое главное в финале участвовал. Жасмин Карлин. Надежда Великобритании. Наследница Ребекки Эдлингтон. Сегодня утром не смогла улучшить рекорд Британии, принадлежащий Джоан Джексон. Но как бы то ни было, вот на этой дистанции все равно она может показать хорошие секунды. Мелани Коста-Шмидт. Не попала сегодня в финал Мирея Бельмонта-Гарсии. Которая по обыкновению погонялась за многими зайцами. Но вот видите, одного уж точно так и не поймала. Мелани Коста-Шмидт сегодня была бесподобна. 4-0-4-20. Но самое главное даже не она, а девушка, которая поется вслед за ней. 15 лет. И в эти годы олимпийская чемпионка Катилия Декки. В прошлом году феноменальная, конечно, была ее победа на 800-метровке. Вольным стилем. И вот сейчас первый ее чемпионат мира. И при этом она уже олимпийская чемпионка. Кто бы мог подумать. И, кстати, утром плыла тоже очень хорошо. Чувствовала, что запасом наплывает на финиш. 400 метров кроволь. Первый финал в женской программе. На чемпионате мира в Барселоне. В плавании. Да, но сейчас, я думаю, интересная борьба будет как раз между 4-5 дорожкой. Я тут еще француженку жду. Камиль Мюфла. Да, да, да. Может выстрелить Мюфла, конечно же, владея лучшим результатом сезона в мире. Но вот, ты знаешь, мне так показалось, судя по предварительным заплывам утренним, что все-таки более экономно плыла Алидеки. Выложилась Коста Шмидт. Поддерживали ее трибуны. Да и сейчас наверняка будет поддерживать. И также, мне кажется, будет очень хорошее время. Как раз вот друг друга они разгонят в борьбе. В прошлом году Мелани Коста Шмидт, которая, напомню, показала сегодня утром второй результат, показала лучшее время на чемпионате Европы в Стамбуле, но, правда, в короткой воде. Что будет сейчас на мировом первенстве уже в длинном бассейне? Действительно, претендентки все как один, как кажется, готовы. Вот на первый взгляд готовы к штурму самых серьезных вершин. Лучше начинает пока Камиль Мюфла. Но это Мюфла. И это только первые метры. Тем более, сейчас уже ее отрыв стартовый потихонечку иссякает. Давай скажем, что мировой рекорд принадлежит итальянке Фредерике Пеллегрини. 3.59.15. Пеллегрини здесь, на чемпионате мира в Барселоне. Но при этом она решила не стартовать на одной из разлюбленных в своей дистанции. Может быть, хочет проверить себя на других дистанциях и других дисциплинах. А потом уже к Казани вернется и в эту дистанцию тоже. Ну и вот нас ведут по рекорду Фредерики. И сейчас как раз 4 десятых Лидеки выигрывает на первом полтиннике. Но мы знаем, что вплыла очень быстро именно вторую половину дистанции Фредерика. Поэтому вот хватит ли американку на заключительный метр дистанции, мы увидим где-то после метров 200. Ты утром, кстати, обращал внимание на то, что техника американцев для устайров. А как вот один в один, да? Ты знаешь, да, у меня такое ощущение, ну предположение, скажем, что копируют они Фелпса немного. Практически у всех одна и та же. Ну ошибка, она не такая уж и сильная, но все равно это ошибка. Если мы видели, как Суньян плывет очень ровно, да, на воде, практически без колебаний по любой из осей, то американцы плывут вот с западанием все на руку, которая в стороне от вдоха выполняемого, да? Прямо такой завал идет на эту руку. Мы знаем, что в свое время Фелпс как раз этим и отличался. И видели ребят мы, которые американцы плывали сегодня 400 метров так же, да? Те же самые, вот если американец, то как под копирку. Бросается в погоню Мелани Косташмидт. Естественно, лидирует американка Катили Деккин, но... Смотри, очень приличный отрыв. Уже она опережает чуть ли не на секунду, по-моему, график мирового рекорда. 72-сотый там был. В корпусе где-то. И вот как у нее будет со второй половиной. Сейчас мы посмотрим, как функциональная подготовка. 68, чуть-чуть меньше. Но вот здесь обычный Пелли Грини прибавляет на финала. Хотя, опять-таки, у нее скорее последняя сотня, это ее конек. Катили Деккин пытается взять отрыв в себе, в том числе и оградка мирового рекорда уже сейчас. Пока получается. Неплохо работают ноги, но пока еще не на полную мощь. Все дальше и дальше. Она всех реакций испанцев тоже. Очень важно, да? Если вот нам камеру покажут, опять же, из которой в бассейне там внутри установлено, на дне. Что я вижу, очень хороший захват у нее. 81-сотая преимущество над мировым достижением, над графиком его Федерики Пелли Грини. Да, это феномен, конечно. Она еще учится в школе, она еще не закончила школу в Америке. А может сейчас еще разжиться из золотой медали чемпионки мира. Ну вот с этой камеры видно, что, в принципе, по оси Х, скажем так, она лежит нормально, да? А не видно вот это заныривание по оси Y. И последняя сотня, шесть десятых. За минуту ей надо, по идее, финишировать. 2.59.29 на 300 метров у нее. Ускоряется линия мирового рекорда. Вот Катиле Декки старается, но пока ускоряться не получается. Вот здесь Федерико действительно прибавляло, значительно прибавляло. Учитывая то, что хорошо Федерико Пулага, как раз и 200 метров плывет, да? То есть она пришла оттуда со спринта. У нас отчаянная борьба за третье место, потому что понятно, что первая будет Лид Декки, второй, скорее всего, Мелния Косташмидт, а вот кто третий? Жасмин Карлин, британка или новозеландская Лорен Бойл? Все, одна десятая уже проигрывает. Ну, посмотри, какой отрыв. Болеют за испанку трибуны, но я думаю, здесь без варианта. Вот включает ноги, наконец-то пошла, 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 пошла. Хочется все-таки мирового достижения. Да, ну, интересно, разменяют четыре минуты или нет, потому что 3.59.15 все-таки не получится, наверное. Должна. Пять секунд, понятно, что чемпионка мира, понятно, 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 но 3.59.82 разменяла и очень этому радует. Вот сколько не плывут, не плавают девушки американские, да, старские дистанции. Мы знаем очень много спортсменов, которые из Америки, которые становились чемпионкой мира, олимпийскими чемпионками. Но вот это, конечно, феномен. В 14 лет выиграть олимпийское золото и в 15 золотую медаль чемпионки мира. Такого, по-моему, даже Джанет Эванс не могла добиться. Хотя она тоже первая свою медаль заявала, когда была еще очень молодой спортсменкой. Да, но мы знаем, что очень много бассейнов в Соединенных Штатах, и идет вот такой естественный отбор. Очень много детей занимаются с малых лет. И, конечно, лучше попадают под пристальный надзор уже специалистов хороших. Но вот откуда они все-таки, откуда появляются эти вот саморозки? Это таланты. Очень многое зависит в плавании, от таланта, от чувства воды, от плавучести, вот именно на этой дистанции. Ты не увидишь 15-летнего спортсмена, который выиграет 50 метров. Да, вот как раз 800, 400, 400 комплекс, как мы видели, китаянку. И, тем не менее, все равно. Понятно, что вот в Америке, да, скорее всего, могут они появиться, потому что там все-таки методики соответствующие. Но вот, скажем, та же Рута Мелитута, да, которая, пускай, занималась в Великобритании, но все равно тоже 14 лет, тоже выиграла олимпийское золото. Ну вот откуда, как? И сейчас, кстати, пока вот все ездили на универсиаду, она, как школьница еще, да, принимала участие в чемпионате Европы среди юниоров в Познании и там тоже выиграла свои медали. Ну да, бывают такие феномены. Я даже слышал, где-то ей подарили машину за олимпиаду, а она продала ее, потому что не имеет права водить. Еще водительские права даже не может получить. Она, вот, Катя Лидеки, она еще толком не умеет пользоваться даже косметикой. Угловатая еще девочка. Но, тем не менее, все равно, титулы, титулы, медали, медали, все за один год. Какой-то год. 3.59.82. Интересно будет очень в Казани. Друзья, если есть возможность, у вас подъезжайте в Казани в 2015 году, потому что там феноменально совершенно будет дуэль, а может быть даже весь финал такой будет на 400-метровке вольным стилем. Обычно, когда начинается плавательная программа, мы, конечно, смотрим за сборную Китая тоже, да, если учитывать то, что сейчас рядышком мы по золотым медалям, но еще и за американской командой, которая, разумеется, здесь является главным фаворитом. Так что вот первое золото американская сборная уже есть, благодаря Катире Деке, на 400-метровке вольным стилем. Ну, а мы представляем вам вместе с диктором по стадиону участников первого полуфинала на дистанции 100 метров Брас. Это Брас, и здесь Кирилл Стрельников должен появиться, самым последним, потому что сегодня утром он проплыл по второму времени в предварительных заплывах. 59,80. Выплыл. Выплыл из одной минуты, что, в общем-то, удается немного. Майкл Джеймисон, Великобритания, седьмая дорожка. Перед ним появился гидрюстый теннис. Сначала литовец известнейший. По первой матье Пеша, итальянец, один из сильнейших брасистов страны. Вторая дорожка. Хенрик Фельдлер. Многоопытный уже. Он сколько раз приезжал на чемпионаты Европы и мира. Мало что выиграл, но вот финал, в общем-то, всегда желает пробиться. Шестая дорожка. Сейчас он появится. Филиппе Лима. Может быть, не самые лучшие данные для плавания, но, тем не менее, все равно потрясающая плавучесть. Мы это отмечали в короткой воде, где он очень силен. Третья дорожка. Кевин Кордес. Еще одно новое имя для американской сборной. Присмотритесь к нему. Хорошие данные. Длинные ноги, длинные руки. Очень хороший финиш. В этом году в Ненапрессе на чемпионате США он был одним из сильнейших. Очень хорошо плыл. Парню только 20 лет. Сегодня утром одна и одна сотая. Одна минута и одна сотая его результат. Пятая дорожка. Костки Китаджима. Мы мало что о нем знаем, как он готовился в этом году к чемпионату мира, но всегда представляем его уровень и понимаем, что он умеет себя выводить на пик-форме именно к такому крупному старту. Наконец, Кирилл Стрельников. Четвертая дорожка. Наверное, ему вот сейчас непросто ощущать себя в центре бассейна в качестве фаворита на таком крупном международном соревновании. Будем ждать. Томск за него. Мы все за него. И хочется, чтобы вот эта поддержка помогла еще Кириллу сегодня и финалу. Только двое. Два участника этого полуфинала выплыли из минуты. Стрельников и Китаджима. С результатом 59,88. Но потенциал вот всей этой восьмерки довольно серьезен. То есть, наверное, полуфинал здесь способен закрыться, но где-то на результате минуты, да? Но вместе с тем, выплывших из минуты, скорее всего, будет здесь гораздо больше по итогам полуфинала. Ну, ты сказал же, что 59,80 он проплыл утром. А вот я смотрю, рекорд России 59,87 был у Романа Слуднова как раз. И получается, что Кирилл побил этот рекорд сегодня утром в заплыве. И обычно, учитывая то, что организм просыпается к вечеру, давай дождемся и будем надеяться, что сейчас он проплывет еще быстрее. Это третий результат сезона в мире, 59,80. А лучшее время в начале этого года в Адуаиде на отборе австралийском показал Кристиан Шпренгер, которого мы увидим во втором полуфинале. Он показал сегодня лучшее время в предваре. Старт пока Стрельников не очень хорошо проводит. Спеший Фельдвер Лима. Вторая половина, как там Кирилл? Помним ли об этом? Отстает пока Кирилл. Но он наплывает неплохо. Вот сейчас пытается догнать пятую дорожку после Китаджима. Неплохой ориентир. Кортей сейчас очень неплохо идет. Американец и борется он с Фельдвером по второй дорожке с немцем. И тут же Китаджима на чеку. И Филиппа Лима смотрит. Очищает Стрельников, наплывает на финиш. Должен где-то третий результат показать или четвертый. Неплохо бросил руки, мне кажется. Скорее всего четвертый. Но, значит, плотность результата высокая, учитывая то, что еще второй полуфинал будет. Тут как бы так не все еще понятно. 59.78. Еще раз напомню. Лучший результат сезона в мире 59.05. У Фабио Скотцули, итальянца, которого мы увидим во втором полуфинале. 59.77. То есть сейчас третий результат сезона в мире у Кардеса. Да, новое имя в Брасе у американцев. И учитывая это, я думаю, неплохая не пестафета получается комбинирована в последний день. Спинага Риверс есть. Дельфинам тоже, ребята, мы видели, на полтиннике неплохо проплыли, да. Их ролям наверняка никого-то найдут. И потом, если вспоминать Эрика Шанту, да, он все-таки в основном плыл 200. И 100. Ну, его ставили постоянно в эстафету комбинированную, но тем не менее, все равно там провал был на этапе. Ну да, вот у них как раз Брасик 2 или 3 года такой был. Было затишье. После ухода Хансена. После ухода Хансена, да. После снижения его результата. И учитывая то, что вот американская сборная сегодня первая попала, я смотрю, если в утренний заплыв, Энтони Эрвин проплыл 47.38 утром в свой этап. Рики Бернт 47.56. Ну, а мы еще об этом поговорим дополнительно, да, перед эстафетой, наверное, как по этапам наши ребята прошли утром. Мы поподробнее расскажем о Кардейсе завтра во время финала, но чувствуется сейчас уже парень многообещающий. Это действительно очень хорошая заявка на успехи американской сборной еще и в Олимпийском Рио. Поэтому хорошо, что Стрельников так выстрелил, в буквальном смысле этого слова. Но все-таки хотелось бы более существенного прогресса, если учитывать, как здорово плывут сейчас представители остального мира. Катили Деккин. Удивительный заплыл. Поздравляю. Я сама немножко шокирована временем. Еще будем анализировать с тренером, что произошло. Ну, хороший результат, и девочки меня поздравили уже. Можно ли быстрее проплыть? Она говорит, как ты шла по... Ты чувствовал, что идешь очень быстро? Нет, я не чувствовал свое время, время заплыва самого. Но я сравнялась на девочек и видела, что я их опережаю намного. И была немного шокирована этим. Какие-то планы на полторы, ты сможешь побить рекорды. Ну, видишь, как раз то, о чем, да, молодость, вот она говорит, все на впечатлениях. Я очень поражена, шокирована, excited. То есть ничего такого мы не услышали, да, по стратегии или по тактике. А именно я вот... Личное ощущение к этой ледеке. Ну, а с другой стороны, вот сейчас после выхода в бассейн, что нужно? Я думаю, нет, я думаю, да, вот ей надо пойти к тренеру. И такого плана спортсмены, конечно, они напрямую должны взаимодействовать с тренером, который, как бы, является таким мозговым центром. Не в обиду, да, спортсменам. Второй полуфинал у нас. И вот, ты знаешь, вот я хотел по поводу этих номеров поговорить. Но я уже сказал, что странная система уже года два. Вывода последний спортсмен по четвертой дорожке, который плывет, он выходит последний. У него буквально там 10-15 секунд, чтобы раздеться. И вот эти номера обязательно должны быть на футболке. То есть он их должен представить... То есть раздеваться сразу нельзя. Вот можно же выйти там уже в трусах. Я помню, да, это было введено лет 10 назад. Там в комнате, где вызывают, наклеивает специальный волонтер. Сегодня у Криверса, кстати, отклеился номер, он потом его не мог найти. Да, видишь, причем как неудобно наклеивает как раз на молнию, да. То есть ты не можешь заранее снять костюм, скажем, там, за этими воротами. И выйти уже, как бы, свободно. Первая дорожка Жао Гомес-Жуниор из Бразилии. По второй Росмердок, Великобритания. Третий Гленн Снайдерс, Новой Зеландия. Кристиан Шпрэнгер явный фаворит сезона Австралия. Четвертая дорожка, пятая Фабио Скотцоли. Сильнейший итальянский брасист последние годы. Шестая Камерон Вандербург. Южноафриканец, олимпийский чемпион, чемпион мира. Николас Финк, американец по седьмой дорожке. И Дамир Дугунич из Словении. Кстати, прогрессирующий в последние годы. Участники завтрашнего финала на дистанции 100 брас. Мужчины, поехали. Ну уже ребята знают время первого полуфинала. С одной стороны немного легче, с другой стороны это сотня. Здесь особо там раскладывать свои силы относительно времени других участников не имеет смысла. Конечно, нужно плыть по своим ощущениям и плыть практически максимально быстро. И вот мы видим, что Шпрэнгер вырывается, конечно. Плывающий по шестой дорожке Камерон Вандербург очень неплохо начал. Но вот сейчас вдаёт олимпийский чемпион Лондон на этой дистанции. И, конечно, мы здесь ещё ожидали Брентона Риккорда увидеть. Но уже в Адлаиде стало понятно на отборочном чемпионате Австралии, что Шпрэнгер явно сильнее. Наплывает очень неплохо на финиш Вандербург. Уже фактически середина второго бассейна. Они вместе плывут сейчас по одному и тому же результату. Чуть-чуть впереди. Всё-таки Шпрэнгер не будет забывать. Посмотри, какое попадание рук в ноги у Шпрэнгера. Очень хорошее взаимодействие. Вот эта вот координация на движение. Отточено движение на движение. На вытянутые руки. 59-23, пожалуйста. Запасом ли проплыл? Я думаю, да. Я думаю, да. И мы видим, что также вырисовывается хорошая эстафета комбинированная у австралийцев. Знаю, что есть Магнусен на последний этап к ролям, который владеет лучшим результатом в сезоне. И владеет вообще лучшим результатом среди текстильных костюмов. 47 там с маленькими. Одна, по-моему, да? И она остается им найти на спину у кого-то и на дельфин. Ну, думаю, для них это не будет проблемой. Хотя ты обратил внимание, в последнее время австралийская сборная не очень ровно выступает. Чем были и скандалы. У них много сейчас проблем и со спонсорами, я знаю. И поведение команды на Олимпийских играх полное, где был провал. А я хочу, знаете, одну вещь сказать, просто чтобы мы все вспомнили. В этом году будет новый чемпион мира в этой дисциплине. Два года назад сильнейшим на этой дистанции был норвежец Александр Далион, которого, увы, уже нет с нами. Коски Китаджима поборется за золото. Он закрыл финал на результате 59-92. Все выпали из минуты. И как следствие попали в финал. А стрельников? Нет. Ну и сейчас уже время эстафет. Предваряя представление команд, все-таки скажем, что Кирилл Стрельников с его результатом 59-94 показал лишь девятое время. В общей табле о рангах всего лишь двух суток секунды не хватило для попадания в финал. Отстал именно на такое расстояние от Коски Китаджима. Обидно, но все равно 59-8 это тоже ориентир. Рекорд России и хочется верить, что дальше Кирилл будет вступать еще успешнее. А так это действительно прогресс. С чем мы у всех вас поздравляем. Представляется участниками финального заплыва у девушек в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Первая эстафета в этом бассейне на чемпионате мира. Германия. Первая дорожка. Доротео Бранц, Брита Штефан, Наталья Александровенко, Даниэла Шрайбер. Вторая сборная России. Сейчас мы ее увидим. Нашу команду. Вероника Попова. Первая дорожка. Виктория Андреева. Ее мы сегодня видели уже во время полуфинала в комплексе. Маша Баклакова и Маргарита Нистрова. Неплохой состав. Но медальный ли? Сейчас мы узнаем все. Третья дорожка. Команда Канады. Виктория Пун. Сандрин Менвиль. Шантель Ван Ландеген и Саманта Чевертом. Американская сборная. Четвертая дорожка. Боевой состав. Самошка не наесть. Мисси Франклин. Натали Коблин. Шеннон Фриланд и Меган Романа. Которую мы с вами видели в Казани на Универсиаде. Австралия. Кейт Кэмпбелл. Бронте Кэмпбелл. Эмма МакКиевн. И Алиша Каус. Шестая дорожка. Шведские вот сейчас появились. Бессальсхаммер. Нос. Мишель Коуман. Луис Хансен. Сара Шестрем. И Натали Линборг. Седьмая. Команда Голландии. Элизы Боуэнс. Фэмки Хемскер. Кинкедекер. Ира Номикер. Олимпийская чемпионка Лондона. И наконец восьмая дорожка сборной Японии. Харуко Уеда. Мисаки Ямагучи. Мики Учидо. И Яйои Мацумото. Да, ну а нам, наверное, следует напомнить, сколько наши девушки плыли по этапам утром, да, наверное. Вероника Попова на первом этапе стартала. 54-58 пропула. Виктория Андреева 54-74. 54-27 Мария Баклакова. И 54-73 Маргарита Нестерова. Вот это и позволило нашим войти в финал с пятым результатом. Ну а что касается остальных, вот я бы хотел выделить результат как раз Меган Романа, которая вот не так сильно была готова на универсиаде, да, хотя вот плыла там под медали везде. И она пропла 53-24 свой этап, четвертый утром. Также стоит отметить Сарус Йостром из команды Швеции. Она 53-13 прошла третьим этапом. И, ты знаешь, я еще много внимания уделяю в эстафете переходам. Все-таки переходы у нас хромают. Это вот говорит о том, что, может быть, надо больше заниматься как раз передачей эстафеты. Мы знаем, что разрешено, ну, минус 0.03 сотых вообще. То есть это время от касания передачи эстафеты до отрыва ног от того спортсмена, который прыгает в воду. И вот у наших девушек, я смотрю, утром было 0.44, 0.42, 0.35. Многовато это. Я думаю, что если даже по одной десятой прыгать переход, то уже на трех этапах экономится практически вот по 6-7 десятых. Ну, давай последним. Вот у нас опять на первом этапе Вероника Попова. Неплохим она стартом обладает относительно наших девушек. Но, опять же, мы смотрим относительно мировой элиты. Это не так уж убедительно выглядит. Да, элита в основном в середине Басына. Сборная Австралии, олимпийский чемпион Лондона. Сборная Голландии, чемпионка мира. Команда чемпионка мира 2011 года. Ну, а что? Посмотри, 25 лет. Это очень быстро. Сейчас Австралия начала. И, мне кажется, будет очень хорошее время как раз у нее на отметке. После первого этапа. Кейт Тембл в прошлом году плывал на втором этапе в Лондоне. Показал ринг-53.19. Вот сейчас, понятно, это чистый старт. И, возможно, время будет чуть-чуть хуже. Но все равно оно будет высоким. Да, и оно будет официально. Так как дано под сигнал, да? Первый этап засчитывается даже мировые рекорды. А мировые рекорды, по-моему, из 53 в Австралии же, нет? 53.61. 52.33. Вау. Подожди, по-моему, это мировой рекорд. Это 100% мировой рекорд. Это 100% мировой рекорд. Еще раз. 53.61. Это мировой рекорд. По-моему, кранами Джозе. Если не ошибаюсь, кто-то из Голландии. В Австралии. Я имею в виду личное сотня даже. Не в эстафетное, а в личное сотня. Я правильщик. Я правильщик. 52.33. Это просто... Да. Ладно, второй этап. Сейчас уточним все. Вика Андреева, так или иначе, по второй дорожке. За команду США Натали Коблин. Австралия Бронта Кэмпбелл. Из сборной Голландии Пенке Хемстер. Тоже многоопытная спортсменка. Сейчас мы с вами видим, что, да, Австралия, но и американская сборная в лицентале Коблин подтягивается. Давай мы онлайн посмотрим сейчас, как идут по дистанциям девушки. Австралийки продолжают наращивать преимущество. И вот Соединенные Штаты к ним. Там полкорпуса держится, чтобы не соскочить с волны сейчас. Ну и наши девушки где-то сейчас посмотрим. Да, ну просто потрясающее плавание было от Австралийки. Наши девушки где-то на пятой, на шестой позиции. Сейчас уже в общей сложности уступает графику мирового рекорда сборной команды Австралии. Но всего в восемь сотых это немного совсем. Самое главное будет ли мировой рекорд. Вообще в эстафетах он очень часто порой устанавливается. Потому что работает вся команда. Это плод усилит всей команды. Тем более вот такой, как сборная Австралии. Голландки многоопытные. Они уже отстают. Возможно, не хватает им одного-двух этапов. По сравнению с прошлыми годами Австралия, США и Швеция. Третий этап у сборной Австралии. Эмма Маккион, которая в прошлом году не плыла в Олимпийском Лондоне. Тоже новое имя, сестра Дэвида Маккиона. Но они, в общем, ровесники, конечно, практически. В сборной Голландии. Иерономия Кроновиджорджа. Последний, поздний, Синге Деккер берет старт. И, наконец, команда США Шэнон Фриланд, которая очень резво начала. И сладкий с молодой Эмма Маккион пока сокращает отставание. В сборной Австралии как раз на первых двух этапах плыли сестры. Да, Кейт Кэмпбелл и Бронта Кэмпбелл. И как раз Кейт Кэмпбелл проплыла 52-33. Посмотри, какая упорная борьба сейчас. Да, последний этап остается. И все практически вот зацепились. Последний этап у сборной США. Меган Романа, который Игорь отмечал, мы увидели в Казани. Австралия Алиша Каутс. И вот как раз последний этап. 3-32-31. Не помогло даже такое сильное начало австралийкам. Я думаю, сейчас нам очень интересно будет посмотреть за временем Меган Романа. Очень обидно проигрывать на финише все. Сейчас прекрасно можно представить, как Алиша Каутс переживает. В прошлом году, когда выиграли австралийки золотые медали в Лондоне, Каутс как раз там начинал эстафета. Здесь ее поставили на финиш. И вот Наталья Каффлин, мы видим ветерана американской сборной. Довольны. Девушки 3-32, Россия 6-я. 3-38-45. Ну вот что значит ровная эстафета, да, когда все девушки плывут ровно. Да, толком, конечно, невозможно прийти в себя после такой феноменальной, конечно, эстафеты. Сейчас посмотрим все-таки с мировым рекордом, уточним, потому что это очень важно. 100 метров вольный стиль женщины. И особенность важна будет, если этот результат засчитают. Так, Кейт Кэмпбелл. Кейт Кэмпбелл, новая мировая рекордсменка, судя по всему. Знаешь, почему-то мне кажется, что 51 плыла Ализабет Трикетт. Австралийка, но, возможно, это было по короткой воде, поэтому... Блита Штефан, 52-07. Был мировой рекорд, да? И остается. Но, опять же, это в Италии, да, в резиновую эру. А у нас церемония награждения женская, 400 метров вольным стилем. Где золотая медаль опять уйдет в копилку американской сборной. Но вот опять то же самое, да, что касается нашей сборной. Вот идем по сезону, вроде хорошие результаты показываем. Все, вроде все довольны. С оптимизмом приезжаем на чемпионат мира и видим, что, к сожалению, соперницы или соперники демонстрируют еще более уверенное плавание. Ты, наверное, замечал над этим. Но вот это как раз то, что показывает правильное построение подготовки именно внутри сезона. Не получилось у наших девушек, к сожалению. Но вот неплохие шансы как раз у мужской эстафеты, которая в следующем заплыве поплывет у нас. И я давай напомню, что поплывет Андрей Гречин на первом этапе, Никита Лобинцев на втором, Владимир Морозов на третьем. И Данила Изотов на четвертом этапе будет принимать старт. У нас интервью Мелани Косташмидт, которая была второй по итогам заплыва финального. Да, мой лучший сын был 4.06. В этом вечере я делала 4.04. Так что я уже очень рада. 4.06, да, 4.06 была, 4.04 сразу. Улучшила. Я старалась зацепиться за американку Ледеки. Это в твоей собственной рейсе. Да. В front of your home crowd as well. В front of your home crowd. Да, я очень рада видеть такую поддержку. Всего тебе хорошего. И вот у нас мы видим за второе место как раз награждают испанку. Здесь трибуны и рукоплещут. Ну вот так вот она пробежалась по первому месте по пьедесталу своей соседке и сопернице Ледеки. Награждают медалью, как обычно, цветами. И вот такой талисман в виде плюшевой игрушки у каждого чемпионата. Он свой. Я уже назвал состав эстафеты нашей. И вот только хочу сказать, что изменилось, как Николай уже говорил, она на 50%. Утром плыла она в следующем составе. Андрей Гречин был на первом. Евгений Лагунов плыл на втором. Сухоруков Александр на третьем. И Данила Изотов так же, как и сейчас, замыкал эстафету. Гречин проплыл 48.07 утром. 48.47 проплыл Лагунов. 48.11 сухоруков и 47.78 очень неплохое время показал Данила Изотов. И вот у нас все надежды как раз связаны с вечерним составом, так как он более укрепленный. Мы знаем, что и Морозов может проплыть из 48. Да и Андрей Гречин на универсиаде показал первым этапом 47.98 две недели назад. Поэтому я вот думаю, что если наши четверо парней как раз все разменяют 48 секунд, то у нас будет очень хороший шанс побороться за самую высокую награду здесь. А я сейчас все-таки уточню ситуацию с мировым рекордом. Все-таки его нет мирового рекорда. Вот 52.33, время, которое показал на первом этапе Кейт Кэмпбелл, оно, конечно, было очень хорошо по меркам, опять-таки, эстафетного вот этого, да, мирового рекорда общего. 52.07, естественно, мировое достижение устояло. Но опять, если вот такое феноменальное плавание будет показывать Кэмпбелл, или даже те, кто вот ей во след поплывут, конечно, очень быстро достижение Штефана будет побито. Посмотрите, сегодня 26 сотых секунд лишь проиграл, без костюма. Бритиш Штефан, Кейт Кэмпбелл. Да, наверняка она поплывет сотню, и там какие-то ошибки учтет. Может, еще будет быстрее. А у нас гейм США в честь лета. Кейт Кэмпбелл. Кейт Кэмпбелл. Ну что же, первая победа американской сборной в плавательном бассейне. Возможно, не последняя, ну, далеко не последняя. Хотели Деки. Конечно, вдохновила ее на такие результаты. И мама, которая плавала в свое время за университет Нью-Мексико. И брат старший, который начал заниматься первым плаванием, да, потом уже Катия сумела увлечься с этим видом спорта и сама отправилась в бассейн. Живет в городке Бетезда, штат Мэриленд. Собственно, там вся ее семья живет. И за эту местную тамошнюю команду она продолжает выступать до сих пор. Ну, вот как раз она показывает интервью с девушкой, на которой второе место заняли. Алиша Каут, мы очень переживаем. Мы секунду выигрывали. Значит, у меня такое ощущение, что держится девушка из последних сил, чтобы не расплакаться. Но говорят, что мы проиграли всего чуть-чуть, и мы еще будем бороться. И вот успокаивают они, конечно, девушку, которая была на последнем этапе, и кажется, что она их подвела. Самое главное, чтобы Каут побыстрее восстановил для выступления в индивидуальных дисциплинах. Вообще хочется отметить, что результат Астралии 3.32.43 – это рекорд Океании. Это очень неплохое достижение. Ну и плюс еще 3.32.31 – время американок. На 12 сотых вроде бы остались Астралиики. Но американки проплыли по рекорду Америки. По рекорду Америки. Так что, так или иначе, это очень быстрая секунда. Но рекорд мира по-прежнему принадлежит команде Голландии. 3.31.72. Ну а вот теперь, ребята, мужики. А ты знаешь, что как раз Алисия Каут всплыла на последнем этапе. Возможно, ей помешало то, что она плыла в финале перед этим. Не успела восстановиться, и как раз не получилась у нее борьба. Это вопрос уже тренером, как мне кажется, да? Почему поставили именно ее в качестве финишера. Райан Логти у нас здесь. На Колумбе вот Морозов и двоечие ребят поздиваются в Сизотовом. И Энтони Эрвин, конечно, здесь на первом этапе. Очень быстро он проплыл утром. 47.38, по-моему, за американскую сборную. И вообще интересная биография у этого спортсмена. Тренировались мы вместе в Беркли. И он олимпийский чемпион еще 2000 года. На дистанции 50 метров вольным стилем пропустил Олимпиаду 2004-го. Занимался ерундой, там торговал даже музыкальными инструментами. Серьезно? Да. Не любил он никогда так плавать, особенно подготовку. Но вот повзрослев, пропустив две Олимпиады, начал так всерьез заниматься. Вообще парень, конечно, супер талантливый. И мы сегодня увидим первое появление в этом бассейне, в барселонском бассейне Джеймса Магнусона. Потому что команда Австралии вышла в финал. И Магнусон здесь должен... Нет, вы знаете... Да, Магнусон должен здесь плыть. Первым этапом как раз. Вот, учитывая его хороший старт и то, что он может завести команду, учитывая лучший результат сезона в мире. Вот таким образом спланировали тренеры австралийской сборной состав, чтобы Магнусон заводил команду на первом этапе. Давайте представим состав команды Германии. Сейчас появилась в бассейне. Четвертым этапом там плывет Дмитрий Колупаев, чемпион Европы в Гебрицине. В составе стопетной сборной, если не ошибаюсь, молдавского происхождения плывет. Штефан Дайбер, Марксус Дайбер, Кристоф Фильдебрандт и Дмитрий Колупаев. Это бразильцы. У них седьмая дорожка. Николас Оливейро, Фернандо Сантос, Венисиус Вакет и Марсело Киригини. Как Киригини, пожалуй, надо присмотреться. У него очень хорошие были результаты в этом году в разных дисциплинах. И, возможно, в Кроле мы его тоже увидим. Седьмая дорожка, восьмая у японцев Синри Сиуура, Кензи Кубаси, Такура Фудзи и Кента Ито. Интересный состав. Тем более, ты знаешь, утром Кента Ито проплыл 47.99 за команду Японии. Это очень высокий результат, да, то, что 48 меняет человек из Японии. Я, насколько помню, никогда у них не было таких спринтеров хороших. Зато в сборной Италии их полным-полно. Лука Дотто, Лука Леонарди, Марко Орси и Филиппо Манини. Легендарный последний этап. Вторая дорожка. Французы, олимпийские чемпионы в этом виде программы. Вспомним олимпийский Лондон и ферминиальную победу. Яниканьель первый этап, чтобы не отстать от Магнусона, хотя кто его знает. Флорам Манадул второй. Фабьен Живой из Жереми Стравьюз. Представляете? В общем, Стравьюз специализируется в плавании на спине скорее. Мы еще увидим его дуэли с Камилем Лакуром на этом чемпионате мира. Но здесь поставили на последний этап кролем, кролем австралийцы. Третья дорожка Джеймс Магнусен, Камерон Макивой, Томасо Дорсони и Джеймс Робертс. Возможно, это такой сбалансированный состав, но все равно они поборются. Ты знаешь, там, конечно, битва вот этих стратегий. На первом этапе американцев. Сейчас мы видим Нейтана Эдриана, который олимпийский чемпион. Да, вот как раз первый этап будет один из самых интересных. Австралийцы, напомню, действующие чемпионы мира в этом виде программы. Сборная России. Андрей Гречин, которого взяли в последний момент на этот чемпионат мира. В эстафету как раз Никита Лобинцев, Владимир Морозов и Данила Изотов. В хорошей форме, судя по всему, все. Мы видели Гречина, мы видели Лобинцева, Морозова, Изотова на универсиаде. Посмотрим, что из этого выйдет. Знаешь, сейчас очень большая ответственность лежит на Андрея Гречина, который будет бороться с Магнусеном и с Эндрианом. Представляешь, ему, вот он Эдриан как раз на ваших экранах, ему нельзя очень немного отстать, потому что если ты слезаешь с полкорпуса, то он слезаешь как раз с волны. И, учитывая хороший старт Андрея, тренеры поставили на первый этап. Ну а состав сборной США таков. Натан Эдриан, Райан Лохте, Энтони Ирвин и Джеймс Фейген. Энтони Ирвин соревновался еще в начале нулевых, в конце 90-х годов. Мы все его прекрасно знаем. Но, тем не менее, вот насколько сбалансированы составы у команд. Есть же ведь отдельный провальный этап. Фейген, кстати, очень здорово прибавил в последнее время. Не случайно его ставят на последний этап в Америке. Ну вот, мне кажется, поровнее состав у американцев, чем у австралийцев. Да, но у австралийцев как раз они на первую половину эстафет, на первый второй этап сделали акцент. Мне кажется, у нас очень ровная эстафета. У нас очень ровная эстафета, да. В общем, супер заплыв. Будет очень интересно. Ну и французы. Французов ни в коем разе не сбрасывается со счетов. У них тоже очень интересная четверка. Очень мощная. Первый этап. Андрей Гречин. Мы все его видим. И камера, кажется, на нем сосредоточена, сконцентрирована. Ух, пошли! Хороший рост у Андрея. Да. Такое очень сильное отталкивание, правильный вход. И за счет этого вот он позволяет ему с ведущими спринтерами мира, посмотри, он практически на равных. Ну, Эндриан полетел. Мы видим первый четвертак. Как обычно. Как обычно, да. А вот Магнусом как раз известен тем, что он очень сильно отрабатывает вторую половину, второй полтинник на сотню. И сейчас не сладко придется, я думаю, и Нейтану Эдриану в том числе. Хороший поворот у Эдриана. Наши пока не входят в тройку лидеров, но тем не менее, Гречин он рядышком со всеми состралийцами и итальянцами. Четвертый, пятый. Давайте посмотрим. Держать. Вот сейчас надо зубами держать Андрею. Американца. И он почти догоняет, кстати, Натана Эдриана. Посмотрите, пятая дорожка. Да, очень неплохо будет Андрей. И смотри. И австралийца Джеймса Магнусона. США, Австралия, Россия. 14 соток. Здорово, Андрюша. Второй этап. Сборная команда Австралии. Камерон Макивы, США, Райан Лохт и Россия, Никита Лобинцев. Пока вперед вырывается все-таки сборная США. Лобинцев идет по третьему результату. Он слегка опережает команду Италии, за которую плывет Лук и Леонард. Лобинцев сейчас лохты догоняют, по-моему, поворот. Семьсотых всего. Но лохты ныряют, конечно, посмотри, что делает. И уже опять полкорпуса просто с поворота. Австралийцы держатся поближе к американцам. Сейчас наши на третьей позиции. Кстати, поворот очень здорово удался и Макиву, и тоже австралийцы. Лобинцев старается, но очень тяжело ему приходится. К тому же Лук и Леонарди тоже испытанный пловец, спринтер итальянский. Он тоже рядом. Итак, США-Австралия уже. США-Россия. Мы все равно в тройке, но отставание все-таки уже выросло. Полусекунды. И у нас Морозов. Хорошо стартовал Морозов. Он за счет этого отличного старта сейчас почти догнал. Томазо Дорсонью, австралийцы. И американца Энтони Ирвина. Тем более молодость. Ты знаешь, очень сильные у нас этапы. Именно третья и четвертая сейчас. Так что, я думаю, не все еще потеряно. Тем более, что вот еще держим мы американцев в корпусе. Плюс, посмотри, есть еще сборная Франции. А вот полкорпуса буквально проигрывает сейчас Фабиен Жило, идущий на третьем этапе. Как-то мы совсем забыли про французов. Пока мы вторые. Морозов очень старается. Много зависит от Ирвина сейчас. От его выносливости на данный момент. Но пока он держит это первое место. Морозов здорово наплывает на финиш. И, посмотри, Фабиен Жило тоже выводит фактически сборную Франции на третье место. США-Россия-Австралия пока что еще на французы рядом. 21 сотая. Изотов. Такое ощущение, что вот на грани фальстарта прыгнул американец сейчас. У французов Жеремис Травьюз, у нас Изотов, у американцев Джеймс Феггин, у австралийцев Джеймс Робертс. Три команды вместе. Австралия пока подотстала. Наши выходят вперед. Изотов сейчас опережает. Поворот. Скорее всего, будем первыми на повороте. Финишная прямая. Россия, США, Франция. Смотри, как хорошо выполняют повороты американцы, да? Данила был практически впереди и после поворота немного проиграл опять. Вот за счет плавания по воде он плывет неплохо. И французы. Что делать, Французы? Французы. Сейчас опережает немножко Изотова Жеремис Травьюз. И американец тоже очень старается. Не видно даже шапочки Изотова за этими брызгами. Французы первые. Изотов, наплывай на финиш. Первые французы, мы третьи. Мы все-таки в тройке, но могли и выиграть. Там и австралийцы были, по-моему, в касании. Могли и проиграть. Тут разница в итоговых результатах такая будет. Мы опять же посмотрим на переходы, да? Еще не все очевидно. Да, вот на последний этап как-то так... Возможно, американцы хорошо нарабатывают именно переходы. Они у них оточены вплоть до десятой. Вы знаете, а то, что вот Стравьюз последний этап, очень важно для этого спортсмена именно обретение собственной уверенности. Он как раз мандражировал и проигрывал во многом без того раньше Лакура и Вкроле, что не было у него ее. И это уверенности, самая пресловутая. Вот сейчас чувствуется по нынешнему сезону он ее обрел. И французы. Тем более, если результат подтвердится, они, конечно, заслужили. Но первые два этапа Ангель вообще-то мог делать там по году на первом этапе уже. Потом, знаешь, мне кажется, Изотов все-таки сбился со своего ритма. Обычно он делает акцент на вторую половину. А здесь, мы видим, он прыгнул, ломанулся сразу за американцем. И немного не свою музыку начал играть. Все-таки утвердили результаты. Мы третьи. 14 сотых преимуществом до Австралии. Все-таки был какой-то люфт. Две сотые всего лишь от команды США. Могли вторыми быть. Ну и, конечно, преимущество французов. Ты знаешь, 3-10, по-моему, было на универсиале время у нашей команды. Это последний вид плавательной программы сегодня. У нас все-таки есть первая медаль. Это здорово. Но она могла быть золотой. Еще за 50 метров до финиша сборной России шла на первом месте. А, скажем, на середине дистанции французы вообще не ходили в стройку. Да, интересно посмотреть, сколько проплыл на последнем атаке француз. А сейчас посмотрим. Дай бог, чтобы Омега на сей раз не сплоховала. Если останется у нас время, есть уже результаты. Итак, вот смотрим. Они уже... Вполне можно их открыть. Итак, последний этап Стравью. 47-59. Фейген 48-23. Изотов 48-04. То есть у Изотова второй результат в этой восьмерке. Ну и мы, кажется, сейчас увидим интервью. Либо с девушками из США, либо с ребятами уже. Нет Хугенбан всего лишь. Керриан Сауде. Победение итогов дня. Я смотрел на стадион, как болеют трибуны. Все кричали вперед трехцветные. Ну вот он говорит, да, никто в расчет, особенно французы, не брал, несмотря на то, что они олимпийские чемпионы, да. Думали, кто же, американцы, русские или австралийцы. И они вырвали, конечно, на последних метрах. Он говорит, да, хорошо иметь в конце спиниста, потому что Стравью как раз спинист. Ну, это был сюрприз. Каждый выложился чуть больше, чем он мог. Аньель неплохо проплыл. То есть ровно, опять же, эстафета. Плюс, ты знаешь, вот мне кажется, как раз то, что они олимпийские чемпионы, немного добавило им уверенности, да, когда выходишь в таком статусе. У них был небольшой шанс выиграть этот титул, они это сделали. Я хочу одну вещь уточнить. Посмотрите, когда французы создали решающий отрыв, или даже не отрыв, решающий для них этап. Это даже не этап Стравьюса, который показал 47-59 в сравнении с результатом Фабина Жилой, третий этап. 46-9 для сравнения. У Морозова 47-4, полсекунды выиграл на этом. Вот чуть-чуть бы побыстрее Морозова, да, но опять он старался как мог. Вот другие этапы сбросить, прибавить. Тот же Лобинцев, тот же Изотов, в который мы отмечали, что он мог проплыть быстрее. Он вообще показал, получается, чуть не худший результат нашей четверки. Гречен 48-09, чистого старта, у Изотова 48-04. Чуть-чуть быстрее. Ну что же, и сейчас подводим уже итоги. Сейчас, судя по всему, увидим интервью с американскими ребятами, которые, знакомые по итогам эстафеты, заняли второе место. Да, но сейчас интересно будет посмотреть на ловки, которые обычно в такой расслабленном стиле дают интервью, да, полушутя. А здесь вот, да, в рейтинге серебряного медалиста, как он будет выглядеть. И, кстати, друзья, вспомните Олимпийский Лондон. И эстафета, итоги ее эстафета 4,5 метров. Франция, США, Россия. Точно так же, как в прошлом году остались. И тут, конечно, также потрясающая эстафета была борьба у девушек. Мы, наконец, американки, все-таки чемпионки мира. Наталья Когдин. Для нас это большая честь представлять Америку, здесь американскую команду. И вот то же самое, да, американки говорят то, что и говорила Лидейки, что нам просто мы слыли в радость. Это фан. Да, я любила рейтинг. И вся рейтинг просто так веселая. Вот девушка, которая, напомню, в эстафетной команде появилась вот буквально в последний момент. Это Шен Амбрион. Это миссия. Франк, у меня еще 7 дистанций поезд здесь, так что я постараюсь сейчас побыстрее восстановиться. И Мэган Романа, которая была на последнем этапе, принесла победу своей команде. А это принц Монако у нас. Очень любит он Бобслей. Вообще он любит спорт, да. У него, мы знаем, проводится и турнир легкоатлетический каждый год, и турнир по плаванию Мара Ностром. И, ты знаешь, всегда после проведения этих турниров он приглашает к себе там вилла у него огромная на побережье. А я вот, кстати, вот когда была Олимпиада зимняя в Ванкувере, как раз ездил на Бобслей, и он прохаживался по этой бирже, даже не тренерской, а журналистской. И со всеми журналистами, представляешь, он подборолился за руку и даже по городу сфотографировался. Ну и, наверное, сказать, что женат он как раз на Плавчихе и Южноафриканке Витстоп. Вот как раз они познакомились на приеме, на этом, где лучших спортсменов и спортсменок он подсаживает к себе за стол. Там такие столы с табличками, где кто должен сидеть. И лучшие спортсмены, которые показали хорошее количество баллов на этих соревнованиях, они садятся с ним за стол, за центральный. Ну и вот таким образом он в течение нескольких лет кого-то отсеивал, на кого-то положил глаз, но в итоге выбрал Южноафриканку. Симпатичная девушка, конечно. И вот теперь они вместе. Блондинка. В сборной Голландии немало блондинок, но состав потихонечку меняется, как вы видите. Пока это третье место. Тем не менее. Девушки способны на большее. Все это понимают прекрасно, и все понимают то, что через два года уже в Казани не будут гораздо сильнее. Впрочем, и другие команды не будут стоять на месте. Элис Боэнс, Фэнки Хемскер, Кинге Деккер, Аэрономик Ренвед Джорджи. Возможно, первый этап немножко такой вот, слабенький, но тем не менее, надо же получить где-то соревновательный опыт. Австралия, второе место. Сейчас давайте посмотрим на Алишу Каус. Вот она. Она уже пришла в себя справа. Номерок опять упал. Ну ничего страшного. Значит, так приклеивают. Не ее это вина. С феноменальным таким первым этапом, да, все равно заняли второе место в упорной борьбе на финише. Ну и хочется, наверное, сказать опять же про наших девушек, которые шестое место всего заняли. Не получилось. Ну как не получилось? Еще несколько лет назад говорили, что в России нет просто женского кроуля. А сейчас уже на Олимпиаде мы тоже пытались пробиться в финал. По крайней мере, у нас была Олимпийская лицензия. Здесь место финальной восьмерки и не последнее далеко. Прибавляем потихонечку? Ты знаешь, все равно, мне кажется, какой-то просчет есть. Потому что вот сколько я уже лет подряд слышу, вот надвигается главный старт сезона в июле, это там чемпионат мира, Олимпийские игры. Раздаются масса интервью, где говорится, вот у нас вот все, вот мы вот, 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 вот. И, знаешь, мне напоминает этот Ласло Чех, который был комплексом, боролся все время с Майклом Фелксом. Вот он говорил, что я вот вроде прибавляю от сезона к сезону, и вот в очередной раз, мне кажется, что вот сейчас я Фелкса съем, да, и я приезжаю, а Фелкс прибавляет еще. Об этом все время Андрей Гречен говорит. Это о чем говорится? Что не надо равняться на какую-то постоянную величину, да, надо учитывать то, что спортсмены тоже не, так сказать, не кукурузу охраняют, да, каждый движется в сезоне. И учитывать результаты наших спортсменов относительно какой-то константы, которая была год назад или два, не стоит, а. Ну да, может быть, норматива надо, кстати, изменить. Спортсмены тоже прибавят и тоже будет. А вот эти последние две недели как раз очень важны. Это командный дух, да, это какие-то медицинские дела, которые помогают так собрать, не имею в виду запрещенных, конечно, есть масса восстановительных процедур, да, которые помогают как раз выйти на пик формы в последние две недели, которые как раз очень важны, как физически, так и психологически. Давайте все-таки представим девушек, потому что все-таки команда Австралии – это серебряный призер. Кейт Кэмпбелл, Бронта Кэмпбелл, Эмма Макеона, Алиша Каутс. Они выиграли в прошлом году, не получилось сейчас. И сборная США, буквально в финишном створе, вырвали победу американские. Посмотри, Романа, 52-60, да, последним этапом бросла. Ну, естественно, первый результат, потому что 52-65 был результат Кроновид Джорджу, но это только третье место. За счет этого спорта Рономи, олимпийская чемпионка, вывела свою команду на третье место, опередив при этом шведок. А Мэгел Романов, да, 52-60, 53-44, время Каутс. Давай наше посмотрим. Попова 55-11. Вот не получился у Вероники старт. Утром 54-5, по-моему, было. А так девочки ровно проплыли по 54-62, Андреева, Баклакова, 54-4, а 54-30, Нестерова. Ну и Мисси Франклин, надо же всегда ориентироваться на высшие стандарты. Мисси Франклин, первый этап 53-51, сборная США, 52-98, Коблин. Шеннон Фриланд, все-таки голландского происхождения, давайте это учитывать. 53-22, ее результат отнюдь неплох, хотя и худший он почти что... Не, ну и Франклин еще была на первом этапе у сборной США. И Мэгел Романов, 52-60, безусловно, лучший результат у американской сборной. Они первые. Сегодня. Сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вторая победа сборной США в плавательном бассейне в Барселоне. Американский с первого же дня, американская команда наращивает обороты. И не устает, кстати, выигрывать, что очень важно. Как и сборная России по синхронному плаванию, то же самое, можно сказать, и сборная США по плаванию. Новые турниры, новые победы и новые достижения. Конечно, финальный заплыв сейчас получился искрометный. Знаешь, вот Кафлин 52-98 прошла, до 82-го года девушка 31 год уже. А вот так на командном духе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока круг почета совершают американки, австралийки, голландки. И сейчас, скорее всего, нас опять будут настраивать на церемонии награждения ребят. Стапета ведь тоже у них закончилась. Сборная Франции, олимпийский чемпион, Тим Франц, канал французский, наш лидероспорт. Поэтому, естественно, все дороги к сборной Франции открыты. Прямо сейчас, тем более, после такой крупной победы. Красивый, красивый бассейн. И приятно, что в таких условиях проходят соревнования здесь. Очень любят плавание в Испании, так или иначе. И сборная Испании наверняка поборется за что-то серьезное в дальнейшем. Одна медаль сегодня, напомню, уже есть и Мелани Косташмидт. Вау, Карен Сэлда так здорово говорит по-французски. Ты эспинист, но ты выиграл фактически своим этапом, спрашивает уже ремистровился. Ну, я хорошо плаваю обычно. Это хорошая заявка, мне предложили. Это не просто индивидуально, это действительно перформанский коллектив. И потом, это же командное соревнование, это же индивидуальное соревнование. И поэтому команда Дух здесь очень многое решает. Фабиен Жело, отличная форма. Он правильно сказал, командный Дух. Невозможно плохо выступить, когда ты плавешь за команду. Здесь, конечно, есть большие различия от индивидуальных стартов. А вот и наш новичок. И здесь, конечно, правильно говорит Фабиен Жело. Общий уровень. Мы все одна команда. Тем более, Олимпийская победа намного открыл глаза. Денег. Я очень люблю эстафеты. Это забавно всегда. И ты понимаешь, что борешься за страну. И эта сборная Франции, это великая плавательная держава. И когда ты выигрываешь, тем более, это всегда фантастическая атмосфера. Да, команда победителей. Юник Аньель, олимпийский чемпион. Фабиен Жело, тоже олимпийский чемпион. Он уже ремист Равюс, который очень хочет стать олимпийским чемпионом. Ну и для начала чемпиона мира все-таки. А сейчас их будут награждать. Это волшебная французская четверка. Нужно вспомнить еще и предварительные заплывы. Потому что вообще сильных спринтеров сборной Франции очень много. Сегодня утром команда была нескольной. Фабиен Жело плыл утром и плыл вторым этапом. А на первом за сборную Франции выступал Амурий Лево. Потом Григорий Майе, третий этап. И четвертый Вильям Мейнар. Время от времени в составе сборной Франции в Кроле на первый план выходит то Лево, то Жело, то Майе, то Мейнар. Не говоря уж о Бернаре, который закончил свою карьеру недавно совсем. Манаду теперь. Там тот же Стравьюс неожиданно выстрелил еще в Кроле. Буске. Буске опять-таки. Кто угодно может. Ну вот, на Барселону потихоньку сгущается первая плавательная ночь. Очень хорошая заплыва. Смотрите, все на Евроспорте. Строит нам глазки Петя. Увидимся завтра. А завтра, друзья, не забывайте, в 12 часов дня, фактически ранним утром по барселонскому времени, у нас уже предварительные заплыва. В 8 часов вечера начало вечерней программы. Полуфиналы и финалы завтра будут еще интереснее, чем сегодня в первые дни соревнований. И, конечно же, мы постараемся вам о всем рассказать, если, конечно, позволит на то плавательная программа. Если, скажем, другие виды спорта не будут перебивать плавание своими трансляциями. Надеюсь, что это не произойдет, потому что чемпионат мира по водным видам спорта, конечно, в июле это главный старт, что там говорить. Ну что, понравился тебе день сегодняшний, Игорь? Хороший день. И мы видели, да, доминирование таких держав как раз плавательных. Да, австралийцев, американцев. Вот Китай подтягивается. К сожалению, немного расстроило плавание наших ребят. Но надеемся, что со второго дня, может быть, раскрутятся они. На кого больше надеешься всего? Надеялись на Ефимова, на Морозова, да. И вот больше всего на эстафету, конечно. Немного обидно, что третий. Я думаю, что сейчас тренеры на собрании как-то учтут ошибки. Ну а уже с завтрашнего дня продолжим болеть и переживать за наших спортсменов. Тем более, они весьма конкурентоспособны. Спасибо за внимание. Игорь Марченко и Николай Саприн были вместе с вами. Счастливо. До свидания. Продолжение следует...